Как делать этому игроку? Лучший заступ вот перпендикулярно этому движению. Не всегда так успевает игрок сделать. Ваша задача изменить траекторию ведения игрока. Изменить. Значит здесь, по мере того, как вы уже наблюдаете за этим игроком, вы можете сделать вот движение, чуть-чуть лучом уходящее от игрока. Можете так. Успеете здесь сделать и вернуться, будет вообще великолепно. Но больше всего, что показывает практика, это будет фон нападения. Вы не успеете это сделать. Итак, мы насказали уже 4 вида. А теперь мне нужно... Можно вас двое? Да. Один. И кто еще хочет? Пожалуйста. Занимайте позицию. Уже полноценная пятерка. Полноценная пятерка. Мяч находится здесь. Я хочу, чтобы вы понимали и научились правильно занимать позицию. Мы говорим о пикинг-роллах, но очень важная вещь, как вы правильно займете позицию относительно мяча. Мяч находится здесь. Не надо прижиматься. Вы на линии передачи. Вы как четвертые номера, да? Пятый номер, четвертые номера. Третий номер. Мяч там. Не нужно бояться отступить от него. Вот, опять же, линия передачи, линия мяча. Пусть пойдет эта передача. Ты успеешь к нему. Но, находясь здесь, ты уже сымитируешь и насыщаешь эту зону. Игрок, четвертый номер. Опять же, ты не стоишь в линии, а чуть-чуть подымаешься. И, опять же, ты насыщаешь зону. Он может отдать передачу. Отдай сюда передачу. Это перехват. Тут один, второй игрок стоит. К чему я это веду? А теперь элемент длинного заступа. Вы помните, в ЦСКА играл такой игрок, как Андерсон. Его игра, ну это сколько было там, 3-4 года назад. Он с такой легкостью делал длинный заступ и выгонял к центру поля разыгрывающего, что просто диву даешься. Да? 2-10, гонит маленького с хорошим дриблингом к центру поля. И тот боится даже развернуться и отдать передачу. Это достойно уважения. Поэтому следующий вариант. Длинный заступ. Длинный заступ. В нашей команде оно звучит по-своему. Не хочу говорить, может кто-то знает. Не буду говорить. Но этот элемент мы используем для того, чтобы сыграть на ловушке, сыграть на трэпе. Да? Трэп, ловушка, маленький и большой. Как это выглядит? Игрок наводится на заслон. Опять же, агрессивно мы давим на игрока с мячом. Вот этот игрок, который стоит, он видит опять же, только не так, как при степауте. Вот мы ставим ногу. Вот вы занимаете позицию, вы видите, что происходит. Игрок начинает двигаться. Двигайся. Игрок идет в спину. И вот здесь вот я, как большой, начинаю выдавливать игрока с мячом к центру поля. Мой партнер, он идет в спину игрока с мячом. И мы вдвоем заставляем игрока потерять видение. Раз. Второе. Чтобы он отдал передачу, им был наш перехват. Но прежде всего он должен потерять видение. Я, наверное, не открою тайну, что даже в Суперлиге некоторые игроки не могут отдать передачу левой рукой. Правши. Это наша проблема. Но что-то не заложено было изначально. И тяжело отдает игроки передачу левой, чужой рукой. Поэтому эта защита и придумана иногда для того, чтобы поставить нападение в те рамки, которые для них проблематичны. Поэтому медленно. Мы сейчас говорим о двух игроках и все остальные. Стоп. На прямых ногах не стой. Согни ноги. Вот. Ты его держишь. Поднимаешь руку. Ждешь, как он будет двигаться. Начинаешь двигаться. И мы... Вот ты видишь, поехал. Вот дальше, дальше. Вот. Не фаля. Выгоняю игрока в поле. И он не должен пройти между вами. Выгоните его к центру поля. А теперь гоните его сюда. Что этот игрок может сделать? Ты поставил заслон. Что ты будешь делать? Пойдешь вниз. Вот этот игрок. Опять же, он не должен становиться в линию. Горизонтально. Поднимайтесь вверх. И вот здесь вот на линии... Он разворачивается сюда. Твой игрок. Ты с ближней стороны. Вы перекрываете этого игрока. Развернись сюда. Ты с дальней стороны. Ты можешь даже его... Но не то, что бросить. Вот ты смещаешься к центру и мешаешь этой передаче. Он развернулся спиной к твоему игроку. Значит, смело его бросаешь. И вот здесь вот перекрываешь этого игрока. Даже если он пошел вниз. Он развернулся. Он не должен отсюда отдать передачу. Он должен потерять дремлю. Он должен отдать плохую передачу, которую вы должны перехватить. Не бойся поднимать сновид. И ты перекрываешь. Если он разворачивается в эту сторону, сразу же игрока... Ты берешь. Он потерял дремлю. Ты с ним. Ты возвращаешься назад. Но ты ему помогаешь. И ты смещаешься сюда. Ловушка, которая действована. И которая... Ну... Проверена. И она получается. Длинный заступ. Попробуйте еще раз. Поддавлю эту игру. Игрок. В спину. Руки вверху. Стоп. Самое главное. Чтобы вы не лезли выбивать мяч. Здесь фол не нужен. Игрок не должен пролезть. Остановитесь здесь. Оставайтесь. Оставайтесь. Игрок не должен полезть между вами. Он должен потерять дриблинг. Доли секунды вы помешали ему. Первую передачу он здесь развернулся. От первой передачи. Не дал получить передачу. Он, остановив дриблинг, остается со своим игроком. Ты с поднятой рукой, чтобы не пошла прямая передача, несешься к своему игроку и занимаешь позицию перед игроком. Но не должны пойти вот эти короткие передачи в края. И еще раз повторим. Длинный заступ. И движение. Вот я хочу увидеть движение крыльев. Да, как мы говорим. Движение игроков, которые не участвуют в этом элементе. Стоп. Он не должен выйти. Закрывайте. Закрывайте его траекторию. Он не должен выйти. Еще раз. Он заводится сюда. Сразу же от передачи. От передачи. Поехали. Подавляем. Рука вверху. Стоп. Не реагируйте. Не реагируйте на его показы. Вы должны знать, что вы хотите от себя. От своей работы. Гоните к центральной линии и не думайте ничего. Активно, агрессивно. Даже если в этой ситуации вы его уже вытолкнули отсюда. Трэп не получился. Ты несешься назад. Ты занимаешь позицию опять перед ним. Но вы должны приоритет себе поставить. Цель. Что вы хотите добиться от этого заслона. От этого противодействия этому заслону. Поехали. Руки вверху. Руки вверху. Он не должен получить. Как угодно. Вы уже остановили. Он не должен получить мяч. Итак. Сам. Пуш. Смена. Стэп аут. И длинный заступ. Длинный заступ. Но есть другой вариант. Я сказал об Андерсене. Вот он. Что он делал? Был такой же длинный заступ. И он играл. Выдавливал к центру поля. Маленький занимал позицию перед большим. Перед большим. И то, что мы использовали. Стэп в коротком заступе. Игрок возвращался. Руки вверху. Чтобы не пошла прямая передача. Вариант. Если сильный. Большой игрок. Но мы говорим о этих двух игроках. Мы говорим о крыльях. О игроках, которые играют. Не участвуют в этом процессе. Вы должны быть на линии передачи. И перекрывать вот эту возможность сыграть. Связаться с свободными игроками. Опять же. Все начинается с агрессии вот этого игрока. И, наверное, последнее, что бы хотелось сказать. Игра под 45. Очень много моментов, когда мы говорим. Вот я как в своей команде говорю, что мы не пускаем середину. Не пускаем середину. Игрок, который идет в середину с мячом. У него очень много вариантов на связке. Сыграть на связке. Потому что здесь можно пройти до конца, забить. Можно остановиться, бросить. И самое главное, что как только выходит игрок на постраховку. Отсюда проще отдать передачу. Не жалей, если игрок пойдет в лицевую. Или пойдет по дальней траектории. Один вариант, который играется. Мы играем. Под 45. Игрок, получив мяч. Вот. Опять же. Мы берем только одну сторону. Игрок играет, опять же, один в один с этим игроком. И этот игрок, он ставит заслон сходу этому игроку. Смотрите, что получается. Опять же. Мы берем поэтапно. Игрок играет один в один. Игрок играет от мяча, и чтобы не было бэкдора. С дальней стороны, твой игрок, он вообще на галерке где-то стоит. Смещайся к середине. Вот сюда, к штрафу. И ты занимаешь позицию на линии передачи. Начинаем защищаться. Игрок противодействует заслону. И этот игрок несется на заслон. Я вижу, и ты мне говоришь, что здесь есть такая проблема. Я делаю шаг, противодействую заслону. Ставь заслон. Противодействую заслону. И начинаю сразу же поддавливать игрока, чтобы он не поднял голову и не думал, что сделать в этот момент. У него не должно быть времени на обработку этой информации. Но вы скажете, а здесь же коридор. Так вот, ты когда ведешь игрока, опять же, противодействуешь, если он отсюда начинает движение, противодействуешь ему заслон, этому заслону, он ставит заслон, и ты занимаешь позицию вот на его траектории. Он пойдет сюда. Вот потому я говорю, что здесь игрок должен двигаться. Вот этот перехват его. Плюс, опять же, ты давишь его, гонишь.